Привет, спортсмены и не очень! Чем дальше в сезон, тем больше событий, а самые интересные из них каждую неделю в программе «Плюс-минус». Поехали! Поехали! После отпуска НХЛ-овские организмы, каковых там большинство. Остается только упорно тренироваться и искренне надеяться на то, что конкуренты тоже задыхаются и делают это качественнее. Сформировать состав – это еще полбеды, а вот грамотно раскидать по звеньям – уже и беда, и заноза в известном месте, а порой и гадание на ромашке. Ну, этого с этим попробуем, посмотрим, что получится. Собственно, вот что получилось по итогам первого выставочного матча с Чехией. Вряд ли нужно портить химию между Понарином, Шипачевым и Додоновым, недооценивать Кучерова и ждать былых чудес от капитана и его ассистентов. Победа России 4-3, но ключевые слова здесь все-таки – выставочный и Чехия, если вы понимаете, о чем я. Тем более в церковь перед игрой сходили, видео с соперниками посмотрели. Уж после этого шансов на поражение просто не остается. Завтра снова Чехи, а 14 сентября, хоть и такие же выставочные, но канадцы. Здесь одними молитвами и записями не отделаешься. Благо, что до начала турнира время есть, на то и все надежды. А уж до этого события времени вагон, и даже не один. И вообще до 2018 года, как говорится, еще дожить надо. Да живем, твердо уверены организаторы Олимпийских игр, а потому проводят квалификационный турнир и лепят из его результатов группы. Нам досталась буква «Б» и США, Словакия и Словения внутри. Кому-то путевки в Южную Корею вручили за былые заслуги и соответствующие позиции в рейтинге Федерации хоккея на льду. А кому-то пришлось доказывать, что они туда едут умирать на льду за родину, а не за магнитиками и фотографиями для Инстаграма. У Германии, Словении и Норвегии получилось. Как принято говорить в таких случаях, ребята проявили смелость, отвагу и другие синонимы этих слов. А если есть те, кто проявил, обязательно найдутся и те, кто не проявил. Причем если одни жить будут, то других дома ждет серьезный разговор. С белорусами, которые пролетают мимо Олимпиады уже во второй раз, Лукашенко пообещал разобраться. Причем не только с игроками, но и со всей хоккейной братьей. Ох, не завидую беднягам. В Казахстане же все сделали немедленно и без лишних слов. Теперь мы не увидим на Олимпийском льду не только представителей этой страны, но и того, кто пытался готовить их к этому событию. И в Борисе тоже не увидим, что в данном случае вполне закономерно. В клубе замену Назарову нашли довольно быстро. Эдуард Занковец, который может быть вам известен по работе в Омском авангарде. Или, что вероятнее, как бывший главный тренер сборной Белоруссии. А может и не быть известен. По крайней мере, с момента его назначения болельщики Бориса в основном задают два вопроса. А кто это и чего нам с ним ждать? И все-таки что там у Назарова? Ненавистники, стреляйтесь! Он бодр, полон сил и утверждает, что его телефон уже разрывается от новых предложений. Но если же это вы так шутите над Андреем Викторовичем, то не обессудьте, если кармический бумеранг Назарова сделает его главным тренером вашей любимой команды. Страшно? То-то же. Ну, вы тут сидите, высчитывайте вероятность. А у меня на этом все. С вами была Алла Князева. Всем мира тепла и хоккея. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!